МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Арцах. Благословенный край". Благодаря сказочной природе, богатой многовековой культуре, Арцахская земля стала царицей Кавказа, сердцем армянского Нагоря. Это поистине царство гор, взмывающих ввысь и своими вершинами пронзающих небо. Царство бездонных ущелий, стремительных рек, холодных родников, тысячелетних замков и церквей, камней, на которых тончащей ввязью вьется орнамент древних пещер. Арцах – наша вырезанная в скалах мечта, край могущественных меликов, непокоренных крепостей. Это гармония, созданная совместным созидательным трудом природы и человека. Арцах – страна души. Арцах был одной из 15 провинций Большого Гайка, исторической Армении, которая прославилась военной мощью и особенно своей необыкновенно боеспособной конницей, чему способствовали не только отличающиеся храбростью воины, но и быстроходные породистые кони. Даже еще необъезженные дикие скакуны, подобно мифологическим существам, восхищают своей благородной красотой, стремительностью к королевской статию. Доподлинно известно, что среди наилучших коней, принадлежащих английской королеве Елизавете, арцахские скакуны занимают свое почетное место. Сегодня на части исторической территории Арцаха создано как бы второе армянское государство – Нагорно-Карабахская республика, которая занимает территорию около 12 тысяч квадратных километров. Уже давно эмблемой страны стал величественный монумент «Мы и наши горы», или, как называют сами арцахцы, «Татык-Папик». Это воплощенные в камни арцахцы, крепко стоящие на своей земле, такие же гордые, такие же несгибаемые и неприступные, как их горы. Сердце Арцаха – его столица – Степанакерт. Здесь размещаются важнейшие государственные учреждения. Автомобильные дороги соединяют Степанакерт со всеми отдаленными районами Нагорного Карабаха. Автором первоначального проекта сегодняшнего Степанакерта был известный архитектор Александр Таманян. В заложенном еще в V веке городе рядом со старыми историческими строениями высятся новые современные здания – фешенебельные гостиницы. Однако поклонники эко-туризма чаще отдают предпочтение не гостиницам, отвечающим всем европейским стандартам, а маленьким неприметным деревенским домикам. Туристы не испытывают недостатка в информации, поскольку во многих населенных пунктах действуют туристические информационные центры. Самым колоритным местом в любом старом городе является рынок. На Степанакертском рынке можно увидеть десятки всевозможных, необыкновенно вкусных солений, сделанных из самых различных овощей и плодов. Здесь же можно встретить бережно собранные и высушенные лекарственные травы и еще много чего. Арцахцы известны своим уникальным мастерством в искусстве ручной работы, что проявляется в оригинальных сувенирах и поделках, в которых мы видим историю Арцаха, быт народа, его обычаи, веру, наивность. Творческая фантазия мастеров рождает самобытные, тончащие, исполненные глубокого чувства произведения, которых, кажется, не касалась рука человека. Ювелирное дело в Арцахе имеет многовековую историю. Прекрасные и высокохудожественные ювелирные изделия можно увидеть в Краевическом музее Степанакерта. Представителей богатой арцахской фауны в природе встретить трудно, да и опасно. Зато их можно увидеть в этом музее. После захода солнца в Степанакерте зажигаются фонари. И в ярко освещенном городе начинается ночная жизнь. Вечерние часы, многолюдный кафе, рестораны, различные места отдыха. Жизнь кипит также в ночных барах и клубах. А когда в темном небе над Степанакертом появляется луна, излюбленным местом свиданий становится городской парк, где переливаются разноцветными красками поющие фонтаны. В 10 километрах от Степанакерта находится душа арцаха, исторический Шуши. Еще с древнейших времен Шуши, благодаря своему неприступному положению, служил естественным оборонительным укреплением, но в дальнейшем был окружен каменной стеной, став гордым крепостью. Шуши – исключительно красивый город, двух-трехэтажные жилые дома, имеющие интересную архитектуру, украшенные орнаментом балконы, великолепные церкви, многочисленные исторические сооружения. Здесь немало мест, которые стоит увидеть своими глазами и которые могут о многом рассказать. Церковь Святого Спасителя Газанчетсоц. Эта белокаменная церковь, украшенная барельефами с изображением ангелов, прекрасно гармонирующая с небесной лазурью, вызывает не только восхищение, но и смиренное благоговение в сердцах посетителей. Здесь независимо от Тебя творит молитву Твоя душа, а не уста. Церковь была построена во второй половине XIX века, но она сильно пострадала после захвата Шуши азербайджанцами, когда вражеские орды предали этот сказочный город огню и мечу. После освобождения Шуши, восстановленная и отреставрированная церковь Святого Спасителя стала духовным символом возрожденного и независимого Арцаха. Этот купол, благодаря своему расположению, виден почти из любого уголка Шуши. Это церковь Святого Иоанна Крестителя, которая больше известна как Зеленая Церковь. Когда-то купол церкви был раскрашен в зеленый цвет. Планировка церкви крестово-купольная, выстроенная из белого обтесанного камня, она как бы сливается с окружающей природой, составляя единое целое. Еще с незапамятных времен Шуши был центром ремесел и искусств. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить городской краеведческий музей, где хранятся экспонаты, представляющие большой интерес. Арцах славен своим ковроткачеством. Многие узоры имеют тысячелетнюю историю, и способ их выделки передается из поколения в поколение. Гуляя по залам музея, знакомясь с историческими экспонатами, характерными для той или иной эпохи, мы мысленно перенесемся к Шуши XIX века. Побываем в гостях у дружной шушинской семьи, где нас пригласят за стол, на котором возвышается самовар и напоят крепким ароматным чаем. В Шуши, в этом центре искусств, каждый год проводится международный симпозиум скульптур имени Акопа Гюрджиана, в рамках которого приехавшие из различных стран воятели создают по одной скульптуре и преподносят ее городу. Арцахцы уважают и бережно хранят не только свою культуру, но и культуру соседних народов. Примером такого трепетного отношения может служить мечеть Шуши или, как ее называют сами шушинцы, Мец-Меджит. И хотя мечеть персидская, на ее фасаде присутствуют классические элементы армянского зодчества. Арцах – райская земля. Здесь дружно сосуществуют чудеса и обыденность. Этот заповедник называется Уноцкое ущелье. Просторные цветущие поля тут и там изрезаны ущельями, склоны которых покрыты густыми лесами, а горы своими вершинами распарывают небо. Стоишь здесь, и кажется, будто тебя окружает зеленая безбрежность. Заповедник особенно привлекателен для любителей дикого туризма, для тех, кто предпочитает отдыхать в палатке, раскинутой под сенью пшатового дерева. А это место называют Хованоцнэш – зонтики. Это симфония, которую сочинила сама природа. Здесь, в Арцахе, каждое дерево, каждый цветок создает свой собственный напев. Потому-то Арцах – край музыки и музыкантов. Здесь поет и танцует не сам человек, а его душа. Аль-Арррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррхррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Арцахцы – глубоко верующий народ. Именно поэтому здесь так много святых мест. Недалеко от Шуши расположен населенный пункт Дашушен, где находится святилище святого Саребека, которое сохранилось еще со времен язычества. Сюда совершают паломничество даже из самых отдаленных районов, свято веруя в могущественную силу этого чудесного места. Здесь, в Арцахе, нередко встречаются многовековые деревья. Однако же самым древним и знаменитым является платан, который все здесь называют танжри. Ему более двух тысяч лет. В годы советской власти этому дереву был выдан паспорт, как самому старому и высокому дереву. Высота этого исполина более 54 метров, то есть равна высоте 18-этажного здания. Арцах – древнейший центр письменности и литературы. Здесь, в монастыре Амарас, в V веке, создатель армянского алфавита Месропмаштоц основал первую школу. В этом монастыре покоится прах Григориса, внука первого армянского католикоса Григория Просветителя. Григорийс проповедовал христианское учение в Ахванке. Предание рассказывает, что царь Ахванов приказал привязать Григориса крупу лошади и протащись через камни. После смерти Григориса ученики перенесли его прах в деревню Амарас. Амарас не раз подвергался нападению захватчиков, но даже в самые тяжелые времена монастырь продолжал оставаться школой письменности. Во второй четверти 19 века Амарас, благодаря своим мощным оборонительным сооружениям, стал крепостью. Люди жили в Арцахе с незапамятных времен, еще до того, как был сформирован так называемый Homo sapiens. Это пещера Азоха, древнейшее на Кавказе поселение, относящееся к каменному веку. Пещера занимает площадь в 2000 квадратных метров. Группы археологов, специализирующихся в различных областях этой науки, ежегодно в течение месяца каждый день проводят в Азохе свои изыскания. Раскопки осуществляют также ученые-археологи из Англии, Ирландии, Испании. В этой пещере археологи раскопали осколок от челюстной кости до неандертальского человека. Однако Азох раскрыл нам еще не все свои секреты. Именно по этой причине сюда часто приезжают спеллологи и археологи, с твердой надеждой, что цивилизация каменного века им откроет свои сокровенные тайны. В Арцахе, в стране могущественных и влиятельных меликов, в деревне Тох сохранился великолепный двухэтажный дворец меликов-ягонянов. Недалеко от этого дворца расположена церковь святого Ованесса, построенная в XIII веке. Отсюда открывается величественная, окрашенная во все оттенки зеленого, панорама на деревню и ее окрестности. В Тоге находится также церковь святого Степоноса, в стены которой вделаны хачкары – крест камни. Причем ни один узор на камне не повторяет другой, а таких камней – 51. На одной из возвышенностей Тога стоит наполовину разрушенный и засыпанный землей женский монастырь. Если соединить волшебную природу, здоровое сознание, умение остро чувствовать возможную опасность, получится арцахский экстрим. Еще бы! Надо обладать стальными нервами, чтобы броситься вниз, скользя по низвергающемуся потокам водопаду, и почувствовать всю прелесть свободного и безумного падения. Арцахцы – веселый и жизнерадостный народ. Они с удовольствием строят места для развлечений. Деревня Метстагарь расположена недалеко от Того. Местные женщины в полях и в низинах рек бережно и с любовью собирают различные лечебные травы – чебрец, мяту, чернушку – и готовят замечательные отвары. Деревня Метстагарь Из поколения в поколение передаются не только рецепты лекарственных отваров, но и старинные ремесла, опыт и умения мастеров-ремесленников. О старых и новых ремеслах можно многое узнать, посетив Краевический музей в Степанакерти. Арцахцы очень упорны, несгибаемы, бескомпромиссны. Поставив перед собой цель, они уверенно идут к ней, не отступая и не сворачивая с пути. Чтобы убедиться в этом, достаточно стать свидетелем поединка между человеком и неподдающимся железом. Кузнец не отложит сторону молота, пока не подчинит себе кусок горячего железа, не придаст ему нужную толщину и форму. Арцахцы – гостеприимный народ. На протяжении веков здесь строили постоялые дворы. А вот постоял и двор Горобазара. Этот яркий образец арцахского архитектурно-строительного искусства был построен в XVIII веке. Сегодня он уже, конечно, не действует, но продолжает напоминать посетителям о том, с какой любовью и теплотой встречали гостей местные жители. По южной границе Арцаха протекает одна из райских рек – легендарный Аракс, в котором водится много рыбы, речная форель, сом и другие виды. Арцах – многоводная страна. Вот живописное водохранилище Сарсанга. Его чистые прозрачные воды подобны бирюзовому зеркалу, в котором окружающие водохранилища-горы любуются своим отражением. Сарсангское водохранилище построено на реке Тартар. Это крупнейшая река Арцаха. Она берет начало в горах и течет в основном по дну глубоких лесистых ущелий. Арцах – край стремительных бурных рек. Однако арцахцы давно усмирили эти буйные, а временами даже злобные реки, перебросив с одного берега на другой крепкие, красивые, высоко парящие мосты. С гор и из расщелин скал бьют холодные минеральные родники. Родник в деревне Айгестан известен своими целебными свойствами. Это созданное самой природой лекарство излечивает самые различные заболевания. Люди приезжают в Айгестан издалека, веря, что родниковая вода исцелит их недуги, или просто желая сделать хоть один глоток из этого живительного источника. Чтобы воочию увидеть чудеса, творимые мудрой природой, необходимо побывать в Карвачари. Это чудо, которое называется Зуар, создал не человек, а сама природа – естественная Чакузи. Температура воды в пруду временами достигает 70 градусов. Этот источник также считается лечебным. Люди преодолевают тысячи километров, чтобы приехать сюда и окунуться в бьющий из самых недр земли горячий источник. Арцах – крайне преступных крепостей. Это крепость Аскеран. Двойная крепостная стена и удобное расположение сделали эту крепость неприступной. Аскеран – уникальное сооружение. Армянское Средневековье не знало подобных архитектурных решений. Поэтому крепость открыла новую страницу в истории арцахского зодчества. Толщина крепостных стен около двух метров, высота – девять метров. Смотровые башни сообщались между собой посредством узких проходов. Полуразрушенная крепость и сегодня имеет величественный вид. И благодаря своему расположению царит над всей округой и рассказывает своим гостям о силе и несгибаемой воле арцаха и арцахцев. Армянское Нагоре – родина виноградства и виноделия. Превосходные арцахские вина известны во всем мире и пользуются большой популярностью. Все вина здесь готовятся из местного сырья – ароматных, спелых фруктов, пропитанных ласковым арцахским солнцем. Различные сорта вин в качестве музейных экспонатов выставлены в Краевическом музее Степанакерта. Они золотыми буквами вписаны в историю арцахского виноделия. Кто не знает карабахской тутовой водки, которую получают из знаменитого арцахского тута – шелковицы. Сбор тута – целый ритуал. Праздник, на который собираются родственники, друзья, соседи, чтобы помочь оттряхнуть тутовое дерево и первыми отведать сладких, необыкновенно вкусных плодов. Руководит этим празднеством обычно самый старый представитель рода. Тут собран. Дальше за дело берутся мужчины. Перегонять водку – не женское занятие. Тутовая водка, так же, как и вина, пользуется популярностью благодаря своим вкусовым качествам и целебным свойствам. Потому-то в этой стране, особенно в деревнях, почти в каждом доме делают водку. И не только для того, чтобы поставить ее на стол и произносить традиционные тосты, но и для лечения простудных и иных заболеваний. Арцах стоял на перекрестке древних цивилизаций, на перекрестке торговых, культурных и политических связей. Именно поэтому армянский царь Тигран Великий, расширивший границы Армении от моря и до моря, для одной из своих четырех основанных им столиц и названных в его честь Тигранакерт, выбрал территорию Арцаха. Выдержанный в эллинистическом стиле этот древний армянский город был построен в I веке до н.э. на правом берегу Хачанагета. Раскопки Тигранакерта начались в 2006 году. Был также создан Тигранакерский археологический музей, который расположился в хорошо сохранившейся крепости XVIII века. Раскопки доказывают, что еще в древности здесь было развито градостроение. Была обнаружена цитадель, а камни, отряхнувшие из себя тысячелетнюю пыль, поведали миру о времени правления самого могущественного армянского царя. Около северной стены ограды археологи обнаружили участок в 60 метров. Важным приобретением стала круглая башня диаметром более 9 метров, сложенная из обтесанного камня. Некогда неприступная цитадель была построена у основания горы Ванкассаж, Бонастырская гора. А с вершины этой горы, рожденной от любовных объятий неба и земли, развалины древнего Тигранакерта по сей день охраняет маленькая крестово-купольная церквушка, построенная в VII веке. По другую же сторону Ванкассара на скалистом склоне обнаружен целый комплекс раннехристианских пещер. Здесь были найдены изображения крестов, относящиеся к IV веку. В центре внимания археологов, проводящих раскопки в Тигранакерте, находится также раннехристианская базилика. Построенная в V-VI веках, она отличается от всех подобных сооружений, найденных на территории Закавказья, необычной архитектурой и большими размерами. Стены и пол базилики выложены обтесанной плиткой. Арцах – музей под открытым небом. В деревне Цахкашат целый район превращен в этнографический музей. Арцахцы – патриоты. На протяжении веков они сражались за независимость и самостоятельность. Недаром эта земля родила так много отважных, самоотверженных воинов. Цахкашат – родина известного борца за независимость Никола Думана. Арцахцы чтят память о нем. И потому район, где жил Думан, его дом, улицы и даже магазин, реставрированы в стиле XIX века. Гуляя по музею, можно многое узнать о бытии, обычаях, верованиях арцахцев, живущих в XIX веке. А вот и Зизикхаш – камни Зизи. Говорят, в старину на этих камнях разводили огонь или поливали их водой, думая, что эти камни помогут им в том, чтобы боги послали благоприятную погоду. Солнце красное, взойди, наши камни освети. Поэт Газарос Агаян посвятил эти известные строки камнем Зизи. Если вы увидите детей, которые, оставив игры, сломя голову, несутся к дому, знайте, это может означать лишь то, что их матери готовят излюбленную арцахскую еду – лепешки с начинкой из зелени. Жингя-Люф-Хац. Согласно традиции, для приготовления этого блюда необходимо более 20 различных видов зелени. Стоит хоть раз отведать эту лепешку, и арцах навсегда воцарится в вашем сердце. Несмотря на современное веяние, в арцахе не забывают и старых обычаев. К примеру, здесь шумно и весело отмечают вартовар. Этот языческий праздник в свое время был посвящен богине любви и красоты Аст-Хик. Сегодня он получил христианское содержание. В этот день все обливают друг друга водой. Живущие в этом раю люди благочестивы и богобоязненны. Свою набожность они проявляют, строя часовни и церкви. Жемчужина арцаха Ганзасар. Все внешнее архитектурное богатство храма сосредоточено на куполе. Ганзасарский комплекс был возведен в XIII веке. Наряду с уникальной архитектурой храм знаменит тем, что здесь, по преданию, похоронена голова Иоанна Крестителя. Одна из церквей комплекса носит его имя. В Ганзасаре время останавливается. Эти каменные строения до того легки и воздушны, что, кажется, сейчас воспарят в небо. Здесь более чем где-либо начинаешь понимать, что такое полет души. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Христианство ступило на Арцахскую землю еще в I веке. Свидетельством тому Дады Ванг, который был возведен в I веке над могилой ученика апостола Фадея Дады, который проповедовал христианское учение, претерпел от этого великие мучения и отдал жизнь во имя веры. На этом священном месте душой и телом ощущаешь, как твоя молитва возносится к вратам рая. Дады Ванг знаменит также своими хачкарами. Сложные тончащие орнаменты, высокое мастерство обработки камня делают эти хачкары истинными шедеврами. Строения монастырского комплекса были сооружены в разное время. В XVII веке монастырь постепенно ветшал и приходил в запустение. Но даже в таком полуразрушенном состоянии Дады Ванг поражает своей красотой и величественностью. Арцах словно великолепное полотно неизвестного художника. В этом горном краю деревья, кажется, цепляются своими корнями за каменистые склоны. Бездонные же пропасти не ужасают, а лишь подчеркивают мощь и неизъяснимую прелесть Арцаха. Здесь каждый камень приобретает свою форму и смысл. В этой сказке, которая зовется Арцах, еще много нерассказанных историй. Арцах можно открывать бесконечно. Возможно, эта чудесная страна, ее доброжелательные и гостеприимные жители уже заняли свое место в ваших сердцах. До встречи в Арцахе, в краю мечты. Вас здесь всегда ждут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok